Эксперименты уже над природой ставятся в поселке Сидоровка. Несколько лет из местного карьера вывозится песок. И, возможно, из-за раскопок, а может быть из-за постоянно курсирующих грузовиков, обрыв у карьера начал осыпаться. Тем временем вверху стоят дома, и расстояние от них до обрыва с каждым годом сокращается. Почему так происходит и что стало причиной земляных подвижек, в ситуации разбиралась Елизавета Халькова. Уже третий год по склону у дома Людмилы Лобановой без падения не спустится. Таким крутым он стал после того, как тут сделали грунтовую дорогу. Женщина боится, что скоро под обрыв съедет и дом. Он стоит как раз за гаражами на высоком берегу озера. В течение трех лет земля постепенно уходит из-под фундаментов строений. Это все уже за гаражами, это уже все на сыпную, вручную. Но когда мы сюда приехали, до берега было еще вот как до этой осины. Вон, благополучно уже съехали вниз, вот эта вот сосна, вот там вторая сосна. Они же были наверху. До 2010 года здесь была узкая тропинка, по которой туристы ходили на пляж. Сейчас пользоваться дорогой люди боятся. По ней постоянно ездят КамАЗы, груженные песком. Земля буквально уходит из-под колес большегрузов, осыпаясь сверху вниз. Про обрушение склона и опасность, которая грозит их домам, сообщали и в прокуратуру, и депутатам, и главе Кировской администрации. Ну они вроде обещали принять меры, и мы после того регулярно все звоним, но кроме экологов никто не приезжал. Они тоже обещали ответ дать. Все только обещают, но вот как видите, уже средина марта скоро, машины ходят и ходят, и с каждым днем их становится все больше. А мер никто никаких не принял. По словам жителей, карьеру ведет другая дорога, специально сделанная для проезда грузовиков. Под толстым слоем снега здесь лежат бетонные плиты. Это официальная дорога из карьеры, по которой могут ездить машины с песком, но она не используется. По словам жителей Сидоровки, эта дорога платная, так как земля выкуплена под строительство газопровода. Пока свои гаражи и дома жители подпирают рельсами, кирпичами и деревянными досками. И надеются, что их не смоют с приходом весеннего половодья. Елизавета Халикова, Александра Летова, Бюро новостей Давича. Между тем, что за организация занимается вывозом песка из карьера в Сидоровке, в территориальном управлении Первомайского района, а именно к ней относится поселок, сказать не смогли. Не знают там и то, закон или ведется добыча песка. Сейчас администрация района проводит расследование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!